Станислав Олейник, капитан Краснодара Ю-16, сразу после матча Стас с победой, с очень сложной победой. Как сложилась игра? В первую очередь, спасибо большое. Ну, игра сложилась, я думаю, не очень в нашу сторону, потому что получили ненужное удаление. И это, конечно, ударило по нам, но все же мы смогли в конце одержать победу, забить его. Вы стартовали в новом турнире, новое соревнование для вас. С какими целями команда подходит к этому турниру? Определенно выиграть, больше никаких целей нет. Выиграть турнир и все. Спасибо большое. Удачи в дальнейших матчах. Никита Васильев, игрок команды Рубин из UFL 2. Никита, поражение, как можешь описать то, что происходило сегодня на поле, насколько сложно было противостоять Краснодару? Мы старались играть свою игру, но у нас чуть не получилось. Мы со мной старались, бились, так-то спасибо парням, хорошо сыграли. Но так не получилось, мы будем готовиться к следующей игре. Вы играли в большинстве, по-моему, минут 20, да, получается. Как считаешь, чего не хватило, чтобы забить и добиться положительного результата для команды? Надо было усерднее еще работать, держать их, потому что мы пытались, ну, не получилось, еще раз повторюсь. Так вроде нормально выглядели. Для команды это был первый матч в новом турнире, конкретно для тебя новый турнир. Какие цели у команды на протяжении всего сезона и лично у тебя? Ну, конечно же, вы играете уж, конечно же, у всех уж так. Ну, как получится. Спасибо большое, что удачи в дальнейшем матче. Радий Гадиев, тренер команды Рубин из UFL 2. Коротко о матче. Что не получилось сегодня? Ну, все-таки первая игра, старт сезона. Я думаю, вот это вот начало немножко не получилось, в силу того, что немного волновались. Вот эта вот скованность, она и не давала возможности делать то, что о чем договаривались. Потом взяли себя в руки и вспомнили, видим, то, о чем договаривались. И неплохая игра. Есть что исправить. Кое-что получилось. Мы довольны этим. Хорошая игра. Рубин на определенное количество времени играл в большинстве сегодня. Как вы считаете, чего не хватило команде, чтобы забить и добиться, наверное, положительного результата? Не хватило как раз холоднокровия. Здесь нужно было немножко где-то усилить давление впереди, сыграть немножко построже в обороне, чтобы это почувствовалось. Он действительно в десятером соперник играл и практически незаметно это было. Ну, это опыт. Опыт. Будем работать, исправлять ошибки. Как можете оценить сегодня соперника и помимо состояния соперника еще газон и, в принципе, принимающую сторону? Ну, большое спасибо за гостеприимство. По сопернику, я думаю, тренер больше знает, он вам скажет. Но всегда сюда приезжать приятно. Это, скажем так, хорошая проверка, лакомцевая бумага на фоне этой команды. Посмотреть, чем же мы занимались вот эти месяцы и сделать определенные выводы. Спасибо большое за комментарии. Удачи в дальнейших матчах. Роман Царюта, старший тренер команды Краснодар из ЮФЛ-2. Роман Станиславович с победой, со сложной, наверное, победой, с трудовой победой. Как можете прокомментировать матч, что получилось, что не совсем? Ну, спасибо большое за поздравление. Ну, в первую очередь хочу отметить то, что мы до конца играли и хотели выиграть. И даже в меньшинстве, оставшись, мы шли вперед, создавали моменты. Это понравилось. То, что не понравилось, это, конечно, нам не хватает еще, наверное, игрового ритма такого, если можно так выразиться. Не хватало нашим футболистам уверенности в своих действиях. Но, тем не менее, мне кажется, что главное сегодня нужно было нам выиграть то, что мы и сделали. И это самое главное в сегодняшней игре. Как можете оценить физическое состояние ребят? Проходили на сборах подготовку к этому матчу, к турниру в целом. Как сейчас, в каком состоянии находятся ребята? Я не скажу, что мы сейчас достигли своего пика. Ну, наверное, это и неправильно, если бы я так сказал. Я думаю, что от игры к игре мы будем прибавлять и в физическом состоянии, и во всех других аспектах игры. И заключительный вопрос не могу не спросить. Первый матч нового турнира. С какими целями подходит команда к этому соревнованию? Вы знаете, мы долго ждем таких соревнований, в которых бы мы могли расти как футболисты, мы как тренеры. Супер турнир. Хочу отметить организацию и домашних, и выездных играх. Я уже участвовал в этих турнирах и с другими возрастами. Для ребят это просто идеальный турнир для своего развития. Спасибо большое. Удачи в дальнейших матчах. Спасибо большое. Спасибо.